Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Березовская Анна Константиновна, технолог Крымской натуральной коллекции. И тема нашей сегодняшней встречи – «Ванную или душ?» «Средства ухода за телом в разных условиях». Вроде бы кажется и простая тема, и как-то мы интуитивно подходим всегда к выбору продуктов для ухода за телом и процедуру выбираем интуитивно. Но давайте сегодня более глубоко копнем и разберемся вообще, зачем нам это нужно и для чего мы это делаем. И по традиции, как всегда, я начну с обзора того, как устроена кожа на нашем теле, и какие особенности кожи на нашем теле. В первую очередь хочу сказать, возможно, это известный для вас факт, что кожа является самым большим органом нашего организма по площади. Площадь кожи достигает от 1,5 до 2,3 метров квадратных. Это очень много. Масса кожи составляет 4-6% от всей массы нашего тела. А если рассматривать, это мы берем только эпидермис и дерму, а если рассматривать из-под кожной жировой клетчаткой, то 16-17% от общей массы тела. И толщина кожи тоже варьируется. Если рассматривать только эпидермальные и дермальные слои, то он может колебаться от 0,5 мм, от полмиллиметра, да, до 5 мм. Очень достаточно толстая. Понятно, что 0,5 мм это скорее, конечно, роковая, простите, не роковая, а область вокруг глаза. Мы сегодня это не рассматриваем. И 5 мм это подошва стопы. Мы тоже сегодня не будем касаться. Мы будем только рассматривать наше тело, как мы за ним ухаживаем. Какие еще могут быть, кроме толщины кожи, особенности? На разных участках кожи уже тело, да, мы рассматриваем. А может быть тоже разная толщина рогового слоя. От 2-3 роговых чешуек до 20-30 роговых чешуек. И если мы рассматриваем, исключим сегодня разговор о кистях и стопах, будем говорить только о теле, потому что там свои особенности, да. На всем теле самая тонкая кожа будет в области, и самый тонкий эпидермальный слой в области подмышек и паховой зоне. И самый толстый будет слой это голень. На голени. И как мы из опыта знаем, что на голени чаще всего мы видим и шелушение, и растрескавшуюся кожу, и тоже нужно уделять особое внимание этой зоне. Кроме толщины рогового слоя и количества слоев роговых чешуек, какие особенности в нашей коже? В нашей коже особенность расположения потовых и сальных желез. В подмышечной зоне и зоне паха максимальная концентрация потовых желез. Сальные почтения присутствуют в этой зоне. И на всей поверхности тела равномерное расположение на голени ног, минимальное количество потовых желез. Зачем нам нужны потовые железы? В первую очередь кожа выполняет очень много функций, кроме защитной. И одна из этих функций – это выводящая функция. То есть продукты метаболизма в нашем организме выводятся через поры нашей кожи. Что, к чему это приводит? Продукты метаболизма являются субстратом для микроорганизмов, которые живут с нами в симбиозе, которые дружат с нами и помогают нам поддерживать нашу кожу в нужном состоянии. Когда уже продукты работы микроорганизмов попадают на нашу кожу, что получается? Получается поддерживание паш-баланса кожи нашего тела. Это в районе 5,5. Там колеблется от 5 до 5,5. Это увлажнение нашей кожи дополнительное. Это питание нашей кожи тоже дополнительное. Но что будет происходить, если достаточно длительный период мы не будем принимать душ или ванну, очищать нашу кожу? Во-первых, на коже будут оседать факторы внешней среды. Пыль, грязевые какие-то другие частички, сажа, попоть. Потому что мы живем в большинстве своих мегаполисов, в городах, где активное движение, где работает промышленность. И это все оседает на коже. Нам нужно эти загрязнения удалять, конечно же. И продукты метаболизма нашего организма и продукты метаболизма микроорганизмов, микроорганизмов, они важны для нас, мы с вами уже сказали. Но если избыточно долго они будут находиться на коже, то кроме пользы, pH-баланса, увлажнения, опять-таки эти продукты метаболизма являются феромонами, индивидуальными для каждого индивидуума. Они будут окисляться, они будут тоже разлагаться и придавать телу специфический запах, скажем так. И если это не очень здоровая кожа, генетически обусловленный, допустим, дерматоз, дерматит, то pH может измениться и могут развиваться и патогенные микроорганизмы на коже. Поэтому, конечно, еще раз убеждаемся в том, что ухаживать за кожей важно и нужно. Мы ухаживаем за кожей обычно дома утром и вечером. Мы утром и вечером обычно принимаем душ. Иногда нам хочется принять ванну. О ванне мы поговорим попозже. Давайте сначала определимся, как мы принимаем душ утром. Утром важно очистить кожу от выделений потовых и сальных желез ночью, от продуктов метаболизма. И, в принципе, утренний уход не такой длительный, не такой глубокий. И, в принципе, в утренний уход нам вполне достаточно использовать для этого гель для душа. Мы наносим, увлажняем кожу, наносим гель для душа, распределяем его и смываем. Гель для душа будет захватывать грязевые частички, челушивающиеся роговые частички и продукты выделения самой кожи. Таким образом очищая кожу. Важно, чтобы гель для душа не пересушивал кожу, ухаживал, дополнительно увлажнял ее. Наши гели для душа сделаны именно с акцентом на увлажнение, сделаны на основе морской воды. И морская вода будет еще наполнять кожу макро- и микроэлементами, дополнительно увлажняем ее. Вечером мы можем тоже прибегнуть к такой же процедуре очищения кожи. Гель для душа или же мы можем прибегнуть к более традиционному уходу за кожей – это мыло. Сейчас почему-то говорят, что мыло – это просто, в общем-то, не очень хороший продукт для кожи. Но я его не заворачивала специально, чтобы вы его хорошо увидели. Не заворачивала у нас тут еще пленочка целлофановая в мыле, на мыле. Меня это удивляет, потому что все-таки, хоть мыло – это и щелочной продукт, гель для душа PH5,5 поддерживает, хоть и щелочной продукт, но он очень хорошо удаляет загрязнение кожи. И благодаря своей щелочности он может справиться и с патогенными микроорганизмами. Если прибегнуть к очищению мылом, то вы не пересушите кожу, особенно если вы будете пользоваться нашим мылом, а дадите коже дополнительный уход. Потому что компенсация вот этого щелочности достигается тем, что в мыло введено дополнительные уходовые масла, которые смягчают и питают кожу. Дополнительно, плюс ко всему, в мыле есть эфирные масла, которые будут дезодорировать, и какие-то дополнительные средства для ухода за кожей они могут дать. Ну и опять-таки они могут поднять настроение, благодаря тому, что вы вдыхаете их аромат. Какие еще средства ухода за кожей? Это вот такие обычные повседневные средства ухода за кожей. Гель для душа, мыло. Кто-то выбирает для себя гель для душа, кто-то мыло. Муж у меня любит гель для душа, я сторонница традиционного ухода за кожей в душе. Это мыло. В арсенале нашей компании есть не только такие традиционные средства ухода, которые мы рекомендуем применять каждый день, но есть средства, которые традиционны для нашей культуры. Это мочалки. Мочалки трех видов. И все-таки кто-то тоже любит каждый день пользоваться мочалкой, но мы бы рекомендовали их применять 2-3 раза в неделю, чтобы не очень активно отшелушивать роговой слой. Давайте я вас познакомлю с нашими мочалками. Вот первая наша мочалка – это мочалка джутовая. Вот такая у нее сувенирная упаковка. В этой мочалке их несколько видов. Вот это я взяла с картинкой золотых ворот как ты беля. И сейчас я вам покажу, как она устроена изнутри. Это вот такая джутовая мочалочка. Вот так набивается сюда стружка. Стружку я вам покажу поближе. Потом зашивается. Здесь еще пришивается петелька, которую можно повесить в ванной, чтобы она просохла. После того, как вы попользуетесь этой мочалкой, размылите ее. После применения ополаскиваете. Вот так вот легонечко сжимаете, чтобы придать ей форму первоначальную. Вот так вот выглядит стружка мыльная, которой мы набиваем эти мочалки. Мыло мы делаем, как вы знаете, сами. И потом перемалываем его в специальной машине, добиваясь вот такой стружки. Вот такая стружечка. Еще одна мочалка, которую я вам хочу показать, тоже это подарочный вариант упаковки. Вязаная джутовая мочалка. Вот длинное мыло здесь. Вязаная джутовая мочалка. Сейчас я вам ее открою и покажу. Вот так вот выглядит мочалка. Мы ее вытаскиваем. Вот такая ручная вязка этой мочалки выглядит так. И здесь сбоку есть такой кармашек. И мыло можно извлечь. Вы вставляете мыло, то есть мочалка сама по себе многофункциональна. Мыло, когда заканчивается, вы всегда можете вставить сюда новый кусочек мыла и пользоваться этой мочалочкой дальше. Вот такая ручка есть. И когда вы размылили мочалку, вам очень удобно будет пользоваться ею для нанесения мыльной пены на кожу. Мочалка джутовая, пилинг кожи. Вы достигнете высокого уровня пилинга. И есть еще третий вариант мочалки у нас уже без стружки и без мыла. Это тоже ручная работа, ручная вязка. Это длинная мочалка банная. С этой мочалкой будет удобно ухаживать и за вашей спиной. То есть вы спокойно взяли сюда, помыли, намылили мочалку, помылили спину и получили удовольствие от этой процедуры. Мы поговорили с вами о том, какими продуктами вы можете ухаживать утром и вечером, какие вы можете использовать мочалки для ухода за своим телом. Скрабирование при использовании наших мочалок достаточно высокого уровня. Но у нас есть еще два продукта, которые вы можете использовать в своей ванной комнате. Это наш уже заслуженный скраб масляно-солевой. Я вам его сейчас покажу. И пенный скраб. Скраб масляно-солевой очень тоже хорошо оказывает очищающее действие на кожу. Но поскольку он с маслом, то здесь уже вы на кожу, ваша кожа получает и дополнительный уход. Активный. То есть, если вы хотите отшелушить роговые чешулки, сделать кожу более гладкой, красивой, то сначала вы пользуетесь гелем для душа, снимаете загрязнение, а потом вы используете скраб для тела. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Вот так мы снимем. Вот такой внутренний вид у скраба. И сейчас я вам покажу его консистенцию. Вот так он выглядит. Такой медовый вид у него. Это фруктовый скраб. Здесь экстракты фруктов и пигмент, оксид железа. Вот так мы наносим на кожу. Вот так он распределяется по коже. Очень наносим на влажную кожу. И массажными движениями распределяем по телу от периферии к центру. Это традиционное распределение скраба по коже. Скраб очень приятный и очень мягкий. Хорошо выравнивает тон, цвет кожи. Сейчас я его уберу и покажу вам пенный скраб. И потом расскажу, как лучше пользоваться этим продуктом в летний период. И с какой частотой лучше пользоваться этим продуктом в летний период. И второй скраб это цитрусовый пенный скраб. В чем отличие этих скрабов двух? В том, что здесь морская соль погружена в такую кремообразную массу. И здесь присутствуют павы. Перед этим скрабом можно дополнительно кожу не очищать. Гелем для душа. Сам скраб включает в себя кокоамид. Господи, быстро хотел сказать, лучше прочитаю. Кокамфодиацетат, кокоглюкозит. И этот продукт будет и скрабировать, и очищать кожу одновременно. Плюс здесь введены такие кремовые компоненты, как цитиориловый, спирт, масло. То есть ваша кожа получит дополнительный уход. Этот скраб по воздействию на кожу мягче, чем масляно-солевой скраб. Поскольку здесь есть водный компонент. И соль чуть-чуть такая округая, подрастворенная. И более нежная для ухода за кожей. Поэтому этот скраб использовать можно чаще. Сейчас я вам тоже его покажу. И вы сами убедитесь в его отличии даже по внешнему виду. Вот так выглядит скраб. Тот я сильно не переворачивала, потому что масло тет куча. Я боялась разлить его. А так выглядит скраб, пенный скраб. Почему мы его назвали пеной скраба и муссом? Потому что по своей структуре это взбитый мусс. И потому что он дает пену, когда, небольшую пену, но он дает, когда мы его наносим на тело. Вот такой вот скраб, его внешний вид. Вот так наносим на кожу, распределяем по коже. И очень мягкое, нежное пилинговое действие на кожу оказывается. Видите, если тот скраб немножечко осыпался, то этот скраб очень хорошо держится на коже. И такая своеобразная маска на коже получается. Как часто мы делаем скрабирование кожи? Два-три раза в неделю в зимний период, в летний период мы делаем, ну если это масляный солевый, то точно один раз. Если это пенный скраб, то можно тоже два раза в неделю его делать. Какие особенности применения мочалок и скрабов? Особенность в летний период это минимальное снижение частоты использования скрабов и мочалок, чтобы защитить нашу кожу от излишнего воздействия ультрафиолета. Потому что сами роговые чешуйки, наша природа не просто так создала определенное количество рядов на разных участках кожи чешуек. И она защищает нас от избыточного получения солнечного ультрафиолета. И одна из ролей роговых чешуек, осталась соль немножко на коже, это отражение ультрафиолета. Поэтому, конечно, максимально стараемся снизить воздействие на кожу солнечного света. И скрабируем не так активно, как в зимний период. Какие зоны нас больше могут волновать в летний период? Это, конечно, область колени, которая подвергается и солнцу, и ветру, и пересушивается очень сильно. И зона локтя, которая такая тоже самая пересушиваемая зона. Вот эти зоны, конечно, стоит ухаживать более часто. Но мы помним, что голень все-таки подвергается и солнечному воздействию. Значит, стоит ее защищать дополнительно. Это то, что я вам хотела рассказать о наших уходовых средствах за нашим телом. Но у нас есть еще одно интересное средство. Если вы не знали, сейчас я вас с ним познакомлю. Это пена для ванн с морской солью. Здесь это продукт, который включает в себя два в одном. Это и солевая ванна, и пенная ванна. То есть, когда вы добавляете этот продукт в ванну, под струю воды, у вас ванна обогащается и солью морской, крымской. И вы получаете пену. А, три в одном, да, я ошиблась. И еще ароматерапия, потому что вот я вам сейчас приготовила пена для ванн с морской солью и эфирным маслом розовым. Сейчас подключу, покажу, как она выглядит. Вот ее внешний вид. Видите? Аромат розовый, аромат розового эфирного масла розового. Как правильно принимать душ и ванну? Дело в том, что в современных условиях вода подвергается дополнительной обработке для профилактики инфекционных заболеваний. Обработка производится специальными хлорными, газообразным хлором. Но когда мы привыкли говорить, ой, вода из водопровода пахнет хлором. На самом деле хлор очень быстро улетучивается, но в воде могут образовываться хлорорганические соединения. Потому что частички органики в нашей воде, поступающей в дома, все равно присутствуют. Это показатель, который жестко контролируется в санэпидемстанциях, эти хлорорганические соединения в нашей водопроводной воде. Но в то же время избежать полностью их присутствия в нашей водопроводной воде невозможно. Поэтому, когда вы принимаете душ, то пожалуйста, на больше 10-15 минут вы стойте под душем, чтобы не получать избыточного испарения этих хлорорганических соединений. И если вы принимаете ванну, то тоже на больше 15-20 минут принимайте ванну. Какая должна быть температура душа или нашей ванны? Это должна быть комфортная температура, температура выше нашей температуры тела на 2-3, ну максимум 4 градуса. То есть от 39 до 41, но 41 это уже даже горячий, это такой экстрим для нашего тела. Душ рекомендуется принимать людям, конечно всем, но людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, ванны не рекомендовано. Рекомендовано только принятие душа. Людям с заболеваниями дыхательных путей тоже ванны не особо рекомендовано, только душ. И ванны, конечно, в нашем сегодняшнем мире по статистике уже меньше людей принимает, потому что в домах чаще ставят душевые кабинки. И ванны такой уже, ну для меня признак роскоши в доме. Но есть некоторые, то что ванны это очень хорошая релаксация, это расслабление, это получение удовольствия, это уже доказанные вещи. И вот я вам хотела рассказать еще о том, что если немецкие ученые провели исследование по воздействию ванны на организм человека, страдающего депрессией, на 20-30% снижался уровень депрессии, если ванну принимали. Правда, они рекомендовали принимать ванну 30 минут. Ну, не знаю, это надо тогда следить за температурой воды постоянно, что уже может быть в домашних условиях некоторым стресс-фактором. Ну вот, в течение 8 недель прием ежевечерней ванны теплой с ароматическими компонентами расслабляющими позволял снизить на 20-30% депрессивное состояние испытуемых. Вот такой момент, которым я хотела с вами поделиться. Конечно, мы используем средства для ухода за телом для того, чтобы очистить нашу кожу. Но, конечно, это должно приносить нам еще и удовольствие и от текстуры, и от запаха, и от самой упаковки этого средства. Я надеюсь, что наши средства мы старались сделать именно с этим акцентом, с этим подходом и любовью к вам. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь и получайте удовольствие. На сегодня все, что я вам хотела рассказать, я рассказала. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Я с радостью отвечу. С радостью отвечу. И если вопросов нет, присылайте их нашему администратору. Мне их передадут. Мы либо проведем на тему вашего вопроса прямой эфир, либо напишем в пост. Можем осветить ответ в наших сторисах. Всего доброго. Я закончила наш прямой эфир. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.